Ульяна изучает сразу три языка – английский, французский и китайский. Кстати, последний больше всего ей нравится. Ведь за ним будущее, считает ученица четвертой гимназии. Китайский претендует на звание нового институционального языка. Возможно, именно поэтому эта комбинация будет очень полезна, если хочешь быть спикером. Потому что китайцы, они просто отказывают учить английский. Я слышала историю одной китаянки, как она 11 лет билась изучением английского, при этом она сам репортер, но ей не дается все равно. Преподаватели Московского областного государственного университета уверены, что сочетание английского и китайского – самое идеальное для ребенка. Эти два языка, с одной стороны, совершенно не похожи, но тем не менее отлично сочетаются друг с другом. Меняются моды, ну, мир меняется, понимаете, да. Поэтому сейчас как бы это очень модно. Причем комбинация английского и китайского, на мой взгляд, вот она оптимальна. То есть такая вот ударная комбинация, и, по-моему, за ней будущее. В гимназии изучают сразу четыре языка – немецкий, английский, французский и итальянский. На фестивале ребята представили сразу несколько направлений и творческих проектов. Особый интерес вызвала история Диккенса в оригинале. Ученики продемонстрировали высокий уровень знаний и владения английским. У нас до этого была неделя иностранных языков в нашей школе, поскольку у нас языковая гимназия. У нас очень много языков, кроме английского еще есть и итальянский язык изучаем, и немецкий, и французский. И две недели, вот буквально закончился только сейчас этот период, мы давали представления, выступали на сцене. А сегодня как бы заключение нашего этапа. И мы показали то, чему мы пришли в конце концов. То есть наши лучшие пьесы, наши лучшие стихи у меня были на сцене. Бывает такое, что не можешь житься в роль, но к концу, вот уже когда мы проиграли неделю назад на уроке, ну как бы на неделе английского, я уже понял, как это такого персонажа играть. Ну и в конце он становится добрым, то есть все заканчивается хорошо. Изучение иностранных языков дает возможность в дальнейшем свободно путешествовать по миру, общаться с людьми из разных стран, обмениваться культурными ценностями. За этим будущее. Это очень важно в настоящий момент, особенно вот сейчас, когда такая довольно-таки сложная политическая ситуация в мире. И умение представить свою страну, представить свои идеи, показать, что мы хотим жить в мире, в дружбе, и придерживаться тех же ценностей, которых придерживается все прогрессивное человечество. Для этого, конечно, нужно знать язык. Я считаю, что английский, он пригодится во всей жизни, что даже если мы будем устраиваться на работу, то английский, он обязательный язык. Изучение нового языка дает тебе возможность по-другому взглянуть на мир, поскольку ты расширяешь свое сознание и учишься мыслью на другом языке. В один момент я начал замечать, что иногда вот лежу, там, думаю о чем-то, и слова из одного языка и из другого постепенно перемешиваются, в какие-то комбинации образуются. Нередко даже бывает так, что какая-то мысль на английском приходит ко мне быстрее, чем на русском. Десятиклассник Егор мечтает продолжить обучение за границей. Для этого он часами студирует грамматику и лексику. Гимназист представил доклад об истории рождения английского языка. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.